Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег. И это ещё одно продолжение по поводу подагры. И в большей степени оно касается почек. Потому что вокруг почек много у нас чего случается и происходит. И я об этом говорил, что почки имеют склонность деградировать течение жизни. И от этого возникает очень-очень много других проблем. Но и по поводу подагры такая же история. Потому что мочевая кислота, которая есть в организме, в крови она есть. Она должна быть выведена. То есть кровь проходит через почки. Почки должны забрать эту мочевую кислоту и сбросить в мочевой пузырь. Но это происходит в недостаточном объёме. Происходит закисление этой самой мочи. Избыточная концентрация. Она выпадает в осадок и формирует камни уратные. В этих самых почечных лоханках. Так вот. И вот поскольку я и по осени, и в зиму довольно много с этим всем мучился. А потом вдруг вспомнил одно простое данное, которое я вдруг забыл. Ведь я его читал и хорошо знал. А читал я где его? Вот есть у меня книга. Прекрасная, любимая мной. Нутрицептика. Автор Адель Дэвис. Это известный нутрицепт 20 века в Америке. Кстати, очень часто критикуемая. Но это, знаете, с некоторых пор является хорошим признаком. Если на кого-то слишком сильно спускает всех собак, значит, что-то там есть такого. Во всяком случае, все авторы, которым я в достаточной степени доверял и проверял, и эти данные были верными, они все были атакованы. И Лайнус Поллинг, и Фредерик Леннер, и Адель Дэвис просто вот на них прям спускали всех, кого можно. Значит, и очень много чернухи там, значит, понаписали. Так вот. Ну, давайте прочтем, что же нам пишет Адель Дэвис по поводу почек. Да? А пишет она вот что. У молодняка животных, содержавшегося на рационе, который был богат белком, но не содержал холина, холин – это витамин группы В, поражались почки, возникали нефриты, повышалось кровяное давление и уровень холестерина в крови. Нефриты были столь тяжелыми, что возникали кровоизлияния в почке, и на седьмой день животные умирали. Однако, если на шестой день им давали холин, они выздоравливали в течение нескольких суток. Нефриты, искусственно вызываемые у животных дефицитом холина, были поразительно похожи на те, что бывают и у людей. Дальше пишется, что обычно это проявляется в большей степени у детей, потому что при быстром росте идет большое потребление белка. И вот так и пишут, у детей при быстром росте нефриты бывают чаще. Далее, даже Адель Дэвис описывает случай. Как-то я познакомилась с врачом, детским нефрологом. В то время он искал деньги на аппарат искусственной почки для спасения своих маленьких пациентов. В нутрицептике он не был сведущ, но при том категорически не признавал ее, предписывая своим пациентам, как это принято, диету с пониженным содержанием белка, бедным метионином и холином. Увы, нутрицептике и урологи редко сотрудничают, а родители, зная, насколько опасны нефриты у детей, боятся давать больным что-либо помимо рекомендованной рафинированной диеты. Ну, вы знаете, почечную диету, может быть, слышали, это ужасная, бессолевая, безвкусная, без перца, без ничего. Ну, практически вы должны воду пить. Такая диета отнюдь не препятствует, а наоборот способствует прогрессированию болезни. При нарушении работы почек организм быстро теряет питательные вещества, а в выздоровлении все более затрудняется. Мне известно больше десятки случаев, когда проявления почки недостаточно уменьшались, и ребенок, который уже собирались подключать к искусственной почке, выздоравливал вскоре после того, как питание обогащали полноценным белком и холином. И давайте же я расскажу, чего это вдруг-то дефицит холина возник. Ну, конечно же, возник, потому что я, как я и рассказывал, рассказываю достаточно о больших количествах, употребляю витамин В1 и В6, это хорошие витамины. Но я пренебрег остальными витаминами группы В. А когда вы употребляете какой-то витамин или какое-то минеральное вещество в больших количествах, вы можете вызвать искусственный дефицит другого витамина, потому что какие-то витамины работают в паре. Ну, например, традиционная пара – это В1 и кальций. Если вы будете В1 кушать в больших количествах, кушать, 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 то у вас начнут крошиться зубы, потому что кальций будет собираться отовсюду, откуда можно, и из кальций, и из зубов, и отовсюду. Так вот, я достал свою коробочку с витамином В50. Это В-комплекс такой. Ну, В50 называется, потому что там по 50 миллиграмм основных витаминов. Это В1, В2, В3, В6, там по 50 миллиграмм. Вот поэтому называется В50. И уже через несколько дней у меня попроходили все эти вот мои страсти, которые мне мешали, в общем-то, то, что там и ночью как-то там это всё было, там какие-то боли, какие-то там вот сбоку навык ты переворачиваешься, потом, значит, какое-то время от времени камень какой-то выходит, начинает идти тоже боли в мочеточнике. В общем, вся эта ерунда прошла довольно быстро, причём не пришлось с той поры, я практически не пил дополнительно калия, хотя я об этом вот вам и говорил. При этом, что поражает, что вот это данное, оно очень давнее, описано Адель Дэвис ещё бог знает когда. И, например, вот после моего предыдущего видео по поводу подагры, я встретил видео доктора Брега, или Берга, или Брега, который тоже там про питание много, и у него очень много подписчиков и зрителей. И там, конечно, много чего про подагру было сказано, но ничего содержательного так и не было, да, что вот там питьё воды и всё остальное, ну вот эти вот вещи, которые, в общем, практически всегда там рекомендуются. Ну вот я, например, воду не пью, я не пью воду, да, то есть как бы я там её два раза в день запиваю витамины и, допустим, пью кофе там, ну там 3-4-5 чашек, вот, вот и вся моя вода. Ну, тут не очень большие чашки. Поэтому, ну вообще к питью воды, я уже там говорил об этом, отношусь совершенно без, как бы не то, что без оптимизма, а просто как бы даже с негативом, потому что вода всегда будет вымывать у вас минеральные соли, вещества, которые вам необходимы. Ну, они называются электролиты, да, они присутствуют всё время в крови, в тканях жидкости. Это так называемые, ну, по сути, что такое электролиты? Это частицы, которые способны переносить заряд, да, то есть как бы это вот этот самый калий, этот самый натрий, этот самый магний, там, кальций и так далее, хлор. То есть вот они, все эти частицы, они там нужны для того, потому что в организме внутри всё время передаётся куда-то электричество. Не бывает так, чтобы там просто так, значит, вода сама по себе там куда-то доходила, куда-то впитывалась. Вот, и электролиты теряются, и организму ещё хуже, чем могло бы быть. Ну, и водорасторимые витамины тоже будут теряться, потому что у нас полно водорасторимых витаминов. Это вся группа В, это витамин С, это, ну, металлы какие-то важные, необходимые, тут же йод, тут же какой-нибудь марганец, там, в общем, полно всего. Вот, ну, а сама по себе вода в организме, она прекрасно может появляться из, например, из переработки жира, углеводов, белка, потому что любое сжигание, да, оно приводит к чему? К образованию воды и углекислого газа. Пожалуйста, вот у вас там спирт подожгли, что у нас получается? Углекислый газ и вода. Вот, допустим, вы в холодный день, в зимний, вы прям можете видеть, как большие белые облака там у машин сзади, да, а иногда можете видеть автомобиль, из которого прям сзади из трубы прям вода течёт, да, то есть это реальная вода, которая образуется в результате сгорания бензина. У верблюда есть два горба или один, да, в них жир, этот жир перерабатывается и появляется необходимая для верблюда вода. Вот, поэтому ещё раз, да, витамины группы В, их нужно пить в комплексе, и у меня, видите, нет даже особых видео про, знаете, по поводу каждого витамина группы В, потому что каждый витамин группы В, ну, может, он и достоин, конечно, внимания, да, но его влияние на здоровье не так велико, а вот вся группа В должна обязательно появляться в хороших пропорциях в вашем организме, и это нужно, конечно, принимать там ежедневно или не ежедневно, ну, может быть, по ощущениям. В любом случае, все витамины группы В – это так называемые коферменты. Что такое коферменты? Если ферменты – это вещества, которые нужны нам, для преобразования белков, в основном для расщепления их, но некоторые и для синтеза, то есть они как бы считаются катализаторами, то есть они участвуют в реакции химической, но не растрачиваются во время неё, да. Так вот, а коферменты – они как ключик, то есть который соединяет молекулу белка, например, с молекулой фермента, да. То есть это ключик такой, который без него не происходит реакция. Нет какого фермента, нет какого-то витамина группы В, там, например, В6 нету, и реакции не происходят. То есть просто не происходит, их нет. В норме, как бы если питание там такое у нас, как в дикой природе, например, там было, у приматов, обычно большое количество бактерий в животе содержалось. Ну, посмотрите, вот этих горилл, шимпазек, у них животы большие, да, потому что там очень много растительной пищи, она всё время перерабатывается. Вот, и там огромное количество бактерий, которые поставляют в организм витамины группы В. Там очень-очень-очень много витаминов группы В поставляют эти, значит, бактерии. Ну, у нас там, поскольку мы кушаем совсем другое, и животы наши состоят из, если они есть, то из жира в основном, вот, а если их нет, ну, то их нет, и бактерий там нет, это питание там такое супербелковое, вот, и, конечно, витамины нужно всё время принимать. Ну, вот и всё моё видео. Я рад, что вам смог это рассказать. Всех благ, будьте счастливы и здоровы, радуйте своих близких, в общем-то, делайте хорошие дела, и пусть у вас для этого будет хорошее здоровье. С вами был Анна Ченолек, ставьте лайк, подписывайтесь, пока-пока.